всем привет здравствуйте дорогие друзья я очень рад вас видеть надеюсь что вы меня тоже рады видеть иначе вы не смотрели бы вот это все да правда я благодарю вас за то что материально поддерживаете канал за то что пишите комментарии комментариям я немножко сегодня вернусь чуть-чуть не в прямую правда а сейчас я хочу вспомнить людей которые называются музыкальными критиками музыкальными журналистами для начала приведу рецензию на третий альбом группы шам 69 шам 69 если что не дословно потому что запоминать такую чушь я заучивать наизусть не буду никогда но тем не менее значит человек пишет что третий альбом панк группы шам 69 является уходом от прямого направления панк-движения и изменяет самой сути панк-рока если первые два альбома группы были выдержаны в классическом панк-роке и в них был дух панка идеология панка песни были короткими быстрыми яркими хотя и не слишком талантливыми в плане композиторского мышления да и исполнительского мастерства то на третьем альбоме группа пошла в сторону усложнения из зашла на чужую территорию и стала играть музыку которая не свойственно для музыкантов играющих панк-рок такое впечатление что на некоторых песнях присутствует сошедший с ума рик вейкман а другие песни похожи на самые слезоточивые и неприятные произведения метлав и самые унылые произведения брюса спрингстина тем не менее несмотря на уход от панк направления это прощание с панком является таким же громким яростным зубодробительным как и первые два альбома группы шам секс 39 вот так то есть что я представляю себе сразу я представляю себе человека с укратной стрижкой очень хорошо одетого но не богато бедненько но чистенько одетого такого до в очках обязательно я извиняюсь обложенного хорошими умными книгами который лучше любого музыканта играющего панк-рок знает что такое панк и любой начинающий музыкант который хочет играть панк-рок должен не брать гитару сначала не репетировать не дружить со своими кстати не встречаться со своими друзьями с предложением а давайте создадим рок-группу а давай а что будем играть а сейчас что-нибудь сыграем вот так вот давай а первым делом прийти к этому человеку записаться на прием войти в его кабинет и сказать здравствуйте сэр я хочу играть панк-рок расскажите мне пожалуйста как это делается и этот господин критик начнет ему рассказывать что такое панк-рок как он появился кто является отцом основателем на каких инструментах обычно играют панк музыканты как обычно они одеваются как они должны выглядеть как себя вести на сцене и какие заключить контракты с рекорд лейблами с какими надо с какими не надо обязательно какие напитки пить какие сигареты курить или не курить как себя вести вообще в жизни обязательно где разорвать себе штаны какие булавки нацеплять и так далее так далее без этого говорит он из тебя ничего паре не получится никаким панком ты не станешь а если ты решишь уйти в на другую территорию музыки поиграв панк-рок то приходи ко мне эти расскажу как нужно играть хард-рок как выглядеть какие слова говорить какой сленг у панков и у хард-рокеров без этого ничего не получится в общем вот такого человека я себе представляю сразу но тем не менее что бы ни писали какую бы хрень не несли вот эти журналисты пластинка шансы к стена и под названием the adventures of her shamboy's 1979 года третий альбом на мой взгляд замечательная просто парни выглядят совсем не как панки согласитесь хотя на самом деле это просто картинка для обложки это просто такая шутка ибо шансы к стена им это самые что ни на есть самый что ни на есть настоящий тысячи процентный британский панк возможно это номер два после секс пистолс секс пистолс это у нас один альбом да а потом разброты шатания а он безумно мне нравится первый альбом секс пистолс для меня это рядом с битлз находится но потом пошли разброты шатания потом пошел какой-то арт-хаус извиняюсь за киношный термин за кинематографический термин потом в общем арт приключения различные пошли и группа public image limited это уже никакой совсем конечно не панк-рок это уже это уже искусство другое совсем секс пистолс это тоже искусство но это другое это уже такой авангард поиск и какая-то другая культура а вот шам 69 как начали играть панк-рок такой вот яростный откровенный настоящий так и закончили потом снова начали уже через много-много лет но это уже другая история четыре альбома они записали в настоящем жестком ключе хочется сказать следующее что если музыканты секс пистолс к рабочему классу никакого отношения не имели так же как музыканты скажем группы clash так же как и много много кто еще из тех кто назывались а тех кто является на самом деле панк музыкантами игра 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 и играли панк-рок настоящий да безусловно без без сомнений то артисты из шам 69 это дэйв парсонс и джимми перси два лидера то есть гитарист и вокалист барабанщика басиста я не помню как звали извините да это настоящие работяги настоящий парни из рабочего класса перси работал в хершами это город где образовалась группа я напоминаю до хершом работал в железнодорожных мастерских по моему ходил по клубам местным я не знаю сколько там было клубов хершами может быть один или два встретил там парсонса который играл в своей группе что играл он даже ему даже стыдно сказать потому что в одном из интервью он сказал потому что мы вообще не были музыкантами мы просто хотели рассказать друг другу и своим друзьям о том что нас интересует и как мы живем простые рабочие парни решили организовать группу назвали и шам 69 то есть слово хершам первый слог отрезали остался шам купили дешевые гитары ставим на них играть то что получится и они говорили что мы мы же не пинк флойд чтобы два месяца сидеть и ковырять какую-нибудь одну песню мы вот что-то сыграли и за 10 минут у нас получилась песня потом раз и еще одна получилась и так у них на получалось песен они стали выступать по клубам но басист барабанщик пришли до стали играть по клубам играли 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 дошли до лондонского клуба рокси знаменитого стали играть в рокси и музыка их с тобой людям нравится стал нравится настолько что они оказались между двух огней их с одной стороны любили панки которые уходили в арт-движение уже уже шоу-бизнес свои грязные лапы поводок сказать протянул туда и панк превратился в моду одежда панковская стала достаточно дорого стоить бивьен вест вот стала шить на заказ панковские наряды зарабатывать на этом деньги до большие лейблы стали выпускать пластинки с панк как бы музыкой зарабатывать на этом деньги это стал такой отросток мейнстрима какой-то такой арт-хаусный сегмент а с другой стороны привалили скинхеды на музыку группы шанс 69 потому что она была яростной откровенной настоящей жесткой безо всякого арт-хауса без каких-то интеллектуальных изысканий без авангардизма без ничего вот этого чисто рабочая чистый рабочий класс настоящий и они конечно разрывались между вот этими двумя течениями на концертах чем дальше тем больше стали люди драться дело до убийств не доходило но все стало достаточно плохо и а музыка развивалась музыканты развивались и 3 альбом это просто блестящий на самом деле на взгляд но после 4 альбома группа разошлась распалась потому что перси сказал я больше не могу вот это все выносить я буду писать музыку и продюсировать других артистов но это все было потом а пока вот это пластиночка шамс 69 the adventures of her shim boys первая песня money просто же скач просто декларация перси перси поет о том о мире честоган и нажила и о том что вообще такое деньги да и отчетливо слышно насколько это круче чем песня money группы pink floyd когда четверо миллионеров вальяжно довольно исполняют примерно то же самое с другой гармонии с другой мелодии с другими инструментами очень красивыми да очень красивыми и дорогим звуком о том какой мир честоган и нажилы нехороший как там тяжело все происходит и как бедные люди маются и все продается и покупается за деньги и деньги это ой-ой-ой как нехорошо и вот эти четверо миллионеров хороших костюмов значит это все вот это вот история это красиво я очень люблю группу альбом the dark side of the moon один из моих самых любимых если говорить о о правде жизни то конечно money шамс 69 это реальная жизнь это не вот это вот самое все вот эти виньетки барочные до fly dark angel драматичная вдруг мелодичная это вот этот критик и сказал наверное это что-то похоже на митлафф и брюса спрингстона драматичная неожиданная песня и не такой уж прямо яростный панк-рок какой при которой ждали как будто бы мы но joy is on the street все стоит на свои места следующая песня опять пошла та музыка под которую с ума сходят люди в клубах и это здорово кольку колблю энденает еще одни усложнение усложнение но при этом все это остается в таком вот в жескоче усложнение и неожиданное и об этом ндн ай песня которую мы знаем по исполнению группы ярберт эта штука вышла с синглом ушам 69 очень хорошая версия сразу рекомендую на второй стороне хершам бойз вот это все как написал кстати тот же критики он там написал одну правильную фразу что хершам бойз с хоровым припевом такая застольная песня очень кайфовая очень прямо вот замечательно написал такое ощущение что к микрофону здесь мог стать любой кто хотел выпить бесплатного пива и за хор мощный но при этом это музыкально все это очень качает и здорово и интересно лосса на хай вэй 60 фа фасикс это вот уже намек на того самому сашицу с ума рика вейкмана неожиданно хершам бойз тоже фортепиано присутствует такое буги-вуги а лосса на хай вэй фасикс это уже просто вот просто рулады пошли фортепианные клавесинные и и и все это не не барокко такое барокко такое вот изысканное как у пола маккартни а все это в панк-роке вот это такая смесь какой коктейль барокко и панк-рок а очень круто войс из это вообще какая-то шизофреническая психоделия questions and answers еще одна песня которая вышла синглом у шамсик стена и никакого отхода ни от какого панк-рока здесь нет все по-настоящему все круто что подтверждает песню what have we got последняя на второй стороне записанная на концерте и мы слышим как орет клуб как играют люди на сцене все это очень здорово о том как велись музыканты кем они являлись показывает очень простая история когда перси и группа пришли в рокси на один из концертов в качестве хедлайнеров уже пришли рано пол был грязный и директор клуба попросил перси слушай а ты не можешь прибрать здесь вот банки пивные там вот почистить пол немножко обслуга не пришла скоро уже скоро придет первая группа которая будет открывать концерт не 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 помню какая перси горит запросто взял швабу стал вытирать пол и в это время он говорит что по лестнице спускается настоящая панк-группа в дорогой коже в косухах в заклепках с дорогими гитарами причёсанные все ирокезы идут и спрашивают меня а где вот эти хедлайнеры и говорит а и мы хедлайнеры и говорят эти парни просто утерлись и ушли в гримёрку вот такой тут с дорогими своими гитарами в дорогих косухах со своими вот этими зализанными ирокезами залакированными так вот так и ушли вот так вот в общем я очень рекомендую этот альбом а про первые два альбома и про последние я отдельно расскажу потому что они все того стоит это очень хорошая английская музыка 79 года пошел пить пока